Сегодня в губернаторском историко-краеведческом музее собрались те, кто при иных обстоятельствах вряд ли встретился вместе. Почетные металлурги, полицейские, железнодорожники. Всего 15 человек получают государственные награды. Виталий Субботин первый в почетном списке. Орден мужества. Он удостоен за отвагу и самоотверженность при исполнении служебного долга. 13 мая 2018 года инспектор ДПС спас женщин с детьми. Оренбуржцы стояли на остановке в Южном Урале, когда на них на огромной скорости летел водитель иномарки. Я включил световую сигнализацию и преградил путь данному транспортному средству. Как выяснено, водитель был в сильном алкогольном опьянении и случилось ДТП. В результате служебный автомобиль восстановлению не подлежит, а виновника аварии и инспектора ДПС госпитализируют. Множественные переломы, ссадины, ушибы. Виталий Субботин до сих пор находится на больничном. Несмотря на такие последствия, признается. На моем месте любой сотрудник поступил бы так же. Сергей Теплов – проходчик шахтостроительного управления Гайского ГОКа. Сегодня не в привычной рабочей одежде, а в праздничном костюме. Он удостоен почетного звания «Заслуженный шахтер России». Бригада под его руководством достигла рекордного показателя по скоростной проходке. Это впервые в истории комбината. Мы первый рекорд сделали 269 метров, а потом мы сделали 378 метров. Временно исполняющий обязанности губернатора признается. В этом году ему впервые выпала честь от имени главы государства. Поздравлять выдающихся оренбуржцев. Государственная награда является высшим признанием заслуг и оценкой личного вклада каждого из вас в развитие России и Оренбуржья. У всех у вас разные профессии, но очень похожие принципы – работать на результат, вкладывать в дело все свои ресурсы и силы. Спасибо вам за труд. Анонимых Игорь Бероев, Новости дня.